В современном мире новой этики толерантность, пожалуй, имеет одно из ключевых значений. Люди начали открыто заявлять о своих предпочтениях, позициях, сексуальной ориентации, сопровождая все это броскими хэштегами в соцсетях. Перестали стесняться цвета кожи, внешности и тела. Отсюда понятие красота стало более сложным и комплексным термином. Особенно в модной индустрии. Все чаще на обложках журналов и модных показах появляются модели XL, а в обиходе все больше укорняется термин «бодипозитив». Я не знаю, честно, изначально, что подразумевалось под понятием «бодипозитив», но его сделали таким, что «бодипозитив» — это я люблю себя вот такой, какая я есть, в принципе, во всех проявлениях. То есть я встала утром, не умылась, не причесалась, одела тапочки, халат, пошла в магазин. А что? У меня же «бодипозитив», я же себя люблю. Но начали извращать это понятие. 31-летняя Ася мечтала о карьере модели с детства. О популярности манекенщиц нестандартных размеров узнала только в Египте, куда переехала на время жить. Тогда тренду «принимать себя такой, какая ты есть» в России мало кто придерживался. Каир подарил Асе несколько контрактов и исполнил мечту. По возвращению на родину девушка стала финалисткой регионального конкурса, а после приняла участие в телевизионном шоу. Ася призналась, что любовь к себе пришла не сразу. Модель не считает себя ярым приверженцем тренда. По ее мнению, «бодипозитив» – это стремление быть лучше самой себя вчерашней. Да, я себя люблю, но я все равно постоянно, каждый день над собой работаю. Не для того, чтобы доказать это другим, не для того, чтобы стать лучше для других, а чтобы стать, ну просто чтобы держать себя в тонусе, чтобы понимать, что у меня есть какие-то мечты, есть какие-то цели, я хочу их достигать. Ася любит спортзал и регулярно его посещает. Занимается кикбоксингом, разбирается в туризме. Дополнительную мотивацию и силы черпает из семьи и от родных людей. Любящий муж и сын всегда поддерживают активную маму. Работать над собой по-любому нужно. Не важно в каком ты весе, не важно в каких-то объемах. Просто вопрос принятия. В принятии себя, по мнению Аси, могут помочь аутотренинги, выработка смелости, юмор, равнодушие к хейтерам или поход к психологу. Кстати, сами психологи советуют акцентировать внимание больше на второй части слова – позитив. Да, именно позитив, потому что если вы относитесь к этому, почему у этой девушки такие брови, а у меня не такие брови, то это, скорее всего, уже про вашу личность, а не про бодипозитив. Как бы в какой бы категории весовой или так далее вы были. Со слов специалиста, опасность кроется фанатичной или чрезмерной преданности тому или иному движению. Отсюда ненависть ко всем непричастным к тому или иному тренду. Особенно это влияет на умы подрастающего поколения. Как направление, возможно, оно имеет место быть. Почему? Потому что это то, где человек может учиться, принимать и уважать свое тело, какого бы оно ни было. То есть худое, полное, без разницы. По мнению 23-летней Светланы Кулаковой, свобода быть таким, каким ты хочешь быть и есть бодипозитив. Сейчас девушка весит 85 килограммов, страдает от постакне на лице, имеет расстройство пищевого поведения. Раньше девушка стеснялась так открыто говорить о своих проблемах, но бросила себе вызов и стала сниматься в откровенных фотосессиях. Снимки помогли взглянуть на себя со стороны и придали уверенности. Когда я формировалась как подросток, то есть были же такие идеальные женщины, вот эти вот каталоги Эйвен, Плейбой как раз был популярен. Я как бы сравнивала себя с ними, а я не такая. Ну я отличаюсь, как и многие другие женщины, то есть они не идут как все, как копирку. Света признается, что только на пути к принятию себя. Она продолжает фотографироваться, занимается спортом, активно ведет свою страничку в соцсетях. Но самое любимое занятие – дарить подарки себе. В общем, в первую очередь нужно влюбиться в себя. И даришь себе подарки, ну вот как это делаю я. Однажды я пришла в магазин и заказала себе крем в подарочной упаковке, а потом меня спросили, кому это, а я говорю, мне. В любом деле, будь то бодипозитив, феминизм, мукбанг и прочее, главный принцип – не навреди. Бодипозитив – это не культивирование, а ожирение. Излишнее полное тело, как и излишнее худое – это ситуация, в которой здоровью любого человека грозит опасность. Рината Леулова, Юрий Ломатов, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok